Ну что, друзья, выходим мы из руин Гёды, древнего города Гёды, который перестал существовать, и мы даже объяснили почему, благодаря нашему гиду. Сейчас идём к змеям. Мы идём на ферму змей. Наташа всегда не хотела идти. Я змей люблю, приятные животные, в отличие от обезьян. В общем, к змеям. Сейчас идём к змеям. Ставьте лайки, пишите комменты, кто боится змей, кто любит змей. Я люблю. Змея-то животные? Конечно. Вот ты глупость, так сказала. Ну, я думаю. А проходим мы через такой, ну, баобаб выходит. Ну, блин, в Индии это баньян, я вам говорю. Красота. Фоточки уже сделали. Ой. Ага, ну здесь змеи, видимо, да? Ёлки-палки. Какие-то решётки маловато для змеюшек. Алло. Остановись. Сказали, хоть кто хочет потрогать змею, я хочу, конечно. А тут сперта что? Так, так, так. Давай слышим. А тут есть вообще кто-то? Да, в принципе есть. Сейчас-таки будем торговаться за змей. Привет, змейки. Как-то мне бы на улицу, да? Да. А вот, смотри, дивись. А тут две, боже, как палочки. Угу. Вот такие, знаешь, это... Ой, боже, бедное несчастное животное. Видно там? Ну, как-то видно. Да он там вообще, конечно, высунула, ждёт нас. Сделано, конечно, так. Очень всё простенькое. Бозя, масятка. Масятка. Да отпустите нас на волю. За что их так нет? Вот за это я не люблю такие вещи. Ой, какой. Возе. Давай ты снимай, пожалуйста, потому что я так не люблю змей, как ты. Это крокодил? Череп крокодила и его яйца. Его яйца. Ну, тут вот очень много на ферме клеток, но они все отражают, поэтому очень тяжело показать по этой минуте. Сейчас покажу вам зелёная змея. Она такая зелёненькая, она не ядовитая. Хотя, как я читала, все змеи, которые, все змеи-ящерицы, которые яркого цвета, они ядовитые. Так что нет, не все, как сказал эксперт по змеям. Смотрите, здесь только питоны есть. В Африке нет удалов. Питоны, кстати, самые большие змеи Африки, как сказал эксперт. И вот то, что я знаю точно, что питоны агрессивнее удалов. Ну, такой питошка нехилый спит. И здесь вот змеи в этой комнате. В первой комнате змеи ядовитые, чуть-чуть, типа, ну, не ядовитые, чуть-чуть ядовитые. Вот, поэтому, наверное, в другой комнате будет не ядовитые. Наташа беспокоится, что клетки маленькие для питонов. Это еще в бэйби питон, это еще и небольшой. То есть вот здесь чуть-чуть ядовитые, которые не убьют вас, и не ядовитые. Ну, это вот большая клетка для того питона. А здесь бэйби питон, ну, нифига себе бэйби. Я прошу прощения. Бэйби? Да ну нафиг. Ступенька, короче. Ага. А вот сейчас мы заходим в комнату, как я поняла. Слушай, ну, здесь клетки такие. По-моему, она упадет, и вот и змейка побежит. Да, я побежит. Вот, а здесь, короче, венамаз. Я так понимаю, что здесь ядовитые. Что-что? Хай, глиб. Хай. Очень, да? Хай, глиб. So, this is the same as this one. This is a kundra. This is a kundra, this is a brown-kundra. So this one is spitting venom into the eye. Uh-huh. It can also bite into the deep vein. А, которая разбрызгивает, да? Она through venom, yes? It spits. А. And this is the venom, yes? On the glass. А, вот он плюет. Больше? Да, вот это вот. Вот яд оплевана клетка, и вон это кобра спит. Как бы вам показать? Вон, kundra, да. So, when it spits in your eyes, you need to wash your eyes with water. Нужно промыть глаза водой. Или молоком. There is nothing, you can also use urine. It's better than urine. Ага, urina? Urina? Да, или мочой. Это better than nothing. Он лучше, чем ничего. Ох, вот это вот кобры, которые... Я в Таиланде впервые увидела такую кобру, которая плюется, и вся тоже клетка была заплевана. Злая какая. Смотрите, куда плеванула. Хорошо так, достали ее. Green Mamba. Тут написано Green Mamba. Знаете, очень ядовитая змея. Вот она. Ой-ё-ё. So this one... Ой-ё-ё. The difference between this one and the other green mix. This one has small eyes. Coffin' septum. Smiling face. Какая ты красивая. Такого цвета. Ух ты. Смотри, зелененький с теми, да? Да, с теми, которые... Меньше глаза. Да. Уменьше, хотя она не меньше. Ну, здоровенная какая-то. И улыбка вот идет, разрез. Улыбка, разрез. Ну, змея улыбается, кусая вас. Это, конечно, тот еще. Ну, это еще похоже. Видишь, вот такой типа смартфон. Вот разрез как был. Ну, такая... Ну, как морщина. Морщина больше, скорее. Black Mamba. И черная Mamba. А это такая Mamba. Ну, говорит, как она вас кусанула. Может, она не весь яд еще выпустила. Если она мало выпустила, то помучаетесь еще. А если сразу все, то умрете быстро. У нее черная внутри рта. Поэтому она Black Mamba. Боже, она здоровая. Вот это вот самая ядовитая змея в Африке. Елки-палки. Как? А вот, Паф Адер. Ну, переведем, может. Ну, не знаю. Может, какая-то Эфа, что ли. Эфа, конечно, не здесь. Плохо видно, ребят. Извините. А где она здесь? А вот она. Видишь, парень говорит, она похожа на эти листья, на граунд, на землю. И ты ее не видишь. Она на земле. Я ее не вижу. Еще в экране отражается. Это вот большая самочка. Самка. Отражается сильно. Но с другой стороны, они же за стеклом. Хорошо. Так, если это бьет мне, эта семья, я буду умереть. Ты должен получить антивеном. Ну, сыворотку, это вот как бы, ну, антивеном. Если нет антивеном, она не может умереть. А там? Это еще одна кобра. Кобра. Ну, я не знаю, кобра может с литками там, я не вижу. Кобру, и вы, наверное, не видите. Вот это еще одна кобра. Это черный цвет. Самый прикол, что я вам скажу, я читала про таиландских змей. Это вообще просто это. Мы с Наташей обсмеялись, когда в Таиланд ехали. То есть в Таиланде много змей. Много ядовитых змей. И что люди пишут по медицине? Вот реальная инструкция. Если вас укусила змея, вы должны приехать в медпункт как можно скорее со змеей. Это как вообще? Потому что очень много разных сывороток. Они вам не будут колоть сыворотку, если не знать, какая змея вас укусила. То есть меня кусает змея. Я мало того, что укушенная ядом. Я еще должна бежать, хватать змею и нести ее в медпункт. Но это вообще, конечно, ситуация патлая. Но можно, конечно, ее сфоткать. Но лучше, чтобы змея вас не кусала. Там красная. У меня есть кобра? Ред снейк. А, ред снейк. Вообще ее не вижу. Змею вообще не вижу. Вы, наверное, тоже видите только в мои шорты. Нет, 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 нет. Вот, как палочка лежит красная. Да, оно отсвечивает. Да, оно отсвечивается. Вам, наверное, ничего не видно. Ну, прикольно, да? Идем отсюда быстрее. Я себя чувствую. Ну, парень говорит, ну что, кто хочет змею потрогать? Я сначала хотела, потом посмотрели этих питонов. Думаю, да что-то... А, маленькую, вот такую. Боже, она сейчас открывает. Ну, такую можно и потрогать. Питоны здесь здоровые, реально. Я просто, у меня много фоток со змеями. И раз в Турции, вот, вот питон, как бы, он был маленький, но я его не смогла в своей шее тянуть. Насколько там мышцы в костях? Насколько там мышцы? О! Он достал ее. На, я буду. Ладно, я рискну. Народ, ставьте лайк. Хотя, конечно, я чувствую себя так. It's fine? Yeah, it's fine. О, какая она красивая. Ох. А приятная она? Она теплая. Все змеи теплые на ощупь. Она приятная. Я вот держу, если она попробует лезть, я ее вот прижимаю пальцем, она не может лезть. О, я же чувствую мышцы. Она уже напрягается. Ей не нравится что-то. Метр? Больше, больше, наверное, да? Слушай, чувак, я этого не заказывала. Ну, ладно. Но как-то сегодня мне странно со змеями. Обычно не надо ее закручивать, ей же больно. Ну, чувак, 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 ну зачем? Все отлично. Я такая со змеями. Очень классная. Я фото делаю. Давай. Ну, вообще, вот сейчас она спокойно сидит, и я спокойная. Но честно, как вот держать? Я не знаю эту змею. Я не знаю эту змею. Не то, что она не знакома, я не знаю породу. Мне давали питончика, удавчика. Надеюсь, тебя хорошо платят. Ой, платят, кормят. Тебя кормят хорошо. Ну, условия содержания очень странные сейчас. Да, и клетки такие. Я сейчас все-таки в напряжении взяла. Поставьте лайк, напишите, взяли ли вы такую маленькую змею. Мальчик удаляется, составляй меня со змеей. Ну, ладно, не очень я боюсь. Я хочу потрогать. Давай. Она укусит меня? Нет, она же не кусается. Боже. Сейчас чувствую, Наташа еще присоединится. Нет, она очень спокойная. Господи, какая она приятная. Да, они теплые, они спокойные. Хотя, всегда я думала, что змея холодная в детстве. Когда я первое время сделала фотку, наверное, не знаю. Уже когда лет 20 была в Турции, и она очень теплая. Боже, какая она приятная. Ладно, давай все-таки мы ее мучаем. Давай отпускать, наверное. Да. Да? Видимо, отпускать. Господи. Живи долго, и, конечно, лучше бы тебя отпустили. Да? Да. Сними, пожалуйста, 10 секунд. Мальчик все-таки надел сапоги, что-то взял и полез за питоном. Нет, он помыл ему это. Ёлки-палки. Нет, ребят, я такого держать не буду. Я держала и побольше змею где-то там это. Ахау, маникюла. О, мой глядь. Боже, какой он приятный. Ага, скажи, Наташ. Боже. Давайте, я Наташу теперь буду. Сейчас он тебе его положит на плечи. Не-не-не. Наташа боится. Да не, ну он здоровый, реально. Он такой, он еще активненький такой. Не какого-то положили питона, он такой спокойный был. Пускай спит. Пускай спит. Все, слеп. Лет хин слеп, Сеньки. Лет хин слеп. Еще такая... Ты что, это просто мышцы, это мышцы. Это просто... Это... Фух. Вот он. Главное, что он так, знаешь, сапоги одел. Так и это... Ну, тут ты... Я смотрю, здесь змейки активные. Активные. Вот, смей. Вот, смей. Вот, смей. Спокойной ночи, питончик. Ну вот. Это стресс, бей. Ой, стресс. Это для нас стресс еще, действительно. Как вы... Ну, пишите. Не-не, посмотри, посмотри, как он... Трогали вы змеек странно? Смотри, смотри, что он делает. Это что-то, которое я к нему подошла, и более-менее можно было с ним что-то, какое-то видео снять. Такой сразу-сразу. Такой... Меня же выпустили. Куда-куда-куда-куда. Обратно. Ну, тоже, ну, слушайте, он масятка. Это маленькая клетка для него, реально. Масяточка. Фух. Ну, знаете, я так спутела, что у меня сейчас просто вся моя майка, можно ее сразу стирать. Наташа, как тебе? Честно, как тебе? Можно я по... Да. Мне не нравится сама концепция, что же держать животных. Ну, если бы мы были на сафари, трудно было бы взять змею, согласись. Можно было только сфоткать. Это такая мощь и такая сила, и... Он приятный. Он приятный. Боже, он не противный. У меня постоянно вот змеи, это почему-то должно быть склизкой, и пахнуть плохо. Пахнет он вообще никак, то есть прекрасно. И никакой склизкости, это прекрасная кожа. Так что это... Так что трогайте, змеи, трогайте. Но будьте осторожны. Вот такая красотка встречает у входа в музей. Привет. Привет. Ну да, красотка. Это музей, кстати. Здесь туалет и музей. Мюзем я. Мюзем я. Ну, да. В том туалетик. Ну, вообще классно, что есть здесь. Исторический музей. Вот. Тут вы можете посмотреть артефакты, как люди жили. Сейчас быстренько вам все покажу. Посуда. Ну, тем, что они пользовались. Вот, кстати, геоды. Ну, и все, что можете здесь увидеть. Мне нравится вот корабль. Это о культуре. О культуре Суахили. Красивая трава. Это для бэйбеков. Ух ты, Суахили одежда. Прикольная. Украшения. Угу. Украшения. Кортики. Сейчас, подожди. О, смотрите. Такой кортик мы видели много раз в Эмиратах. Обезьянская? О, Наташа уже выяснила. Отпечатка. Ну, вон же, видишь? Ну, да, обезьянки. Обезьянки. А из-за спят и потом любезно уходят, да? А мне очень понравился бокс. Снял это для хранения. Прям, как, смотри. Тут украшения какие-то. Там же он не... Это еще вынимается, поднимается. И там что-то в средине еще. Или как-то выдвигается. Ну, чтобы вам не наскучить, покажу еще вам оружие. И, в принципе, все. Оружие. Кортик, повторюсь, такой, как в Эмиратах. И вот он был. Геоди Хелос. Вот он был. Гворец какой. Ну, в принципе, мы с вами весимы уже прошли. Ну, представьте, на закусочку вам. Огромные скелетки там, которые нашли всего лишь 4 года назад в Атану. Это... Это смол. Бейбик. Ничего себе бейбик. Вот такой бейбик с косточками. Смотрите. Вот мы с вами и дошли. Что-то метров 10-12. Где-то кости внизу ласково лежат. Вот такой бейбикит. Бейбикит. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Сейчас он на тебя свалит. Все. Ты не наклоняйся на них. Ой, ой, ой. Все. Все. Ревнует, ревнует, джелес, джелес. Чего ты ревнуешь? Чего ты ревнуешь? Все. 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 Идем проводите нас. Идем. Все. Можно тебя погладить? Можно так погладить? Иди к маме. Иди к маме. Иди к маме. Не это. Погани. Погани. Служат. 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 Здоровые поганые песи. Здоровые. Здоровые. Никогда не начали бежать, честно мне сердце статкнуло. Я понимаю, что не укусят, но они же могут это. Бить смог. Так она тебе реально от радости, от радости. Пошла писать от радости. Ну все, погански. Витпочивайте. Витпочивайте. Ставьте лайки. Любите путешествия. Всем пока. Пока.